Очередная рабочая неделя подошла к концу. Что она принесла и чем запомнилась? Расскажут корреспонденты Первого Матищенского. Меня зовут Алина Савыш и это информационно-аналитическая программа «Итоги недели». Начнем выпуск с главной темы недели. Реализация бюджета округа за 2021 год выполнена более чем на 100%. Доклад об основных экономических показателях представили на публичных слушаниях во Дворце культуры Яуза. В этом году к итоговому финансовому документу о общественности особый интерес. Он вызван тем, что минувший год оценивается как переломный, после карантинных ограничений. Это касается всей социально-экономической жизни городского округа. Тем не менее, несмотря на трудности по итогам прошлого года, контрольно-счетная палата отметила эффективную работу администрации. Тема продолжит Сергей Берзин. Обсуждение реализации бюджета за 2021 год, по сути, началось уже у стола регистрации участников публичных слушаний. Минувший год как на ладони. Что-то получилось, что-то не очень. И у каждого свое мнение. Когда была пандемия, мы два раза проводили котировку бюджета в сторону уменьшения. В том году у нас такого не было. У нас было только в сторону увеличения. Поэтому бюджет был исполнен, считая, что с теми задачами, которые были поставлены в бюджете, были исполнены по полной программе. Депутатский корпус принимал самое активное участие в исполнении бюджета. Но главное – его формирование. После пандемийного 2020 года планировали 2021 год очень осторожно. Больших прогнозов не делали. Аккуратно был спланирован бюджет. Но по итогам, оказалось, выполнили план первоначальный и даже перевыполнили. Сейчас работаем дальше над бюджетом 2022 года и приступаем к планированию 2023. Зал полон. Обмен мнениями не утихает. Этот день все ждали с большим интересом. Открывает слушание председатель Совета депутатов городского округа Матищи Андрей Гореликов. Проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета городского округа Матищи за 2021 год. Сам отчет был опубликован в официальном издании органов местного москового управления городского округа Матищи. Документ, который вмещает в себя все направления социального развития, все расходные статьи. Но главное – доходы. Доходы бюджета городского округа Матищи в 2021 году составили 13 млрд 934,8 млн рублей. При плане 13 млрд 835,8 млн рублей. План по исполнению бюджета доходной части исполнен на 100,7%. Дополнительные доходы пополнили финансирование социальных программ и расходные статьи бюджета. Их немало. И все они выполнены. Тут же представлены примеры с мест. Построены новые детские площадки, благоустроенные территории и многое-многое другое. По мнению жителей, самой важной работой, которая проведена, является губернаторская программа «Мой подъезд», в рамках которой выполняются работы не только по ремонту в городском округе Матищи. Но и на сельской территории ремонтируют подъезды. Жители очень благодарны, очень ценят это. Высказано и немало новых предложений. И совсем неожиданное от пятилетней Киры. Вот ребенок руку тянет. Первый раз такой юный участник у нас публичных слушателей. Меня зовут Кира. Я хочу одно сказать, что у нас площадка и у нее горка вообще. Не залезть никак только по канату. Вот хотел ребенок залезть на площадку, а там такая горка и там канат. Надо по канату лезть. А маленький ребенок не умеет. Вот как он скатиться будет. Улица Мина, 26. Предложение принято к рассмотрению на будущее, как и другие, которые поступают практически ежедневно. Мы выполняем все эти наказы, которые через совет депутатов, да, и депутаты участвуют в этой деятельности. Но всегда хочется большего. Вот я сегодня рассказывала про бюджет городского округа. В этом году у нас бюджет немножко прирос, ну существенно прирос. Но тем не менее, все равно денег мало, много никогда не бывает. И потребностей у города всегда много. И есть еще уголочки и места, и наши сельские поселения, где еще работать, работать и работать. Как я говорю, все сразу сделать невозможно. Мы все делаем постепенно. Но самое главное, что вы видите результат. Вам спасибо большое за вашу инициативность, за то, что вы активно участвует в жизни города. Отчеты об исполнении бюджета за 2021 год принят единогласно. На очереди новые задачи. Одним из главных направлений при формировании бюджета является строительство социально значимых объектов. Сейчас в округе завершается строительство спортивного стадиона в 25-м микрорайоне и долгожданного детского сада на улице Борисовка. Ход ремонтных работ на этих площадках проверила контрольная группа под руководством главы округа. Когда малыши смогут пойти в садик и на каком этапе строительства находится стадион, расскажет Наталья Матвеева. Каждый микрорайон Мытич должен быть комфортным. В 25-м сейчас полным ходом идет строительство нового спортивного стадиона. Кроме футбольного поля с искусственным газоном, там расположится зрительская трибуна на 490 мест, легкоатлетический сектор с ямами для прыжков в длину и велодорожка. Сегодня как раз принимают асфальтобетон на беговую дорожку в части вот этой части футбольного поля. Это уже беговая дорожка 400 метров. Это будет резиновое покрытие. Поле приходит с 25-го числа, начинаем укладку. То есть с полем проблем нет, да? Нет, все, решили. Свои двери для спортсменов и зрителей стадион распахнет уже к началу осени, обещают подрядчики. Чтобы сдать объект в срок, на спортивной арене сейчас трудится 55 человек. К этому времени необходимо определить и зоны ответственности. Нам нужно сейчас определить с бюрократической историей, на кого мы закрепляем, к какому учреждению присоединяем и так далее. Потому что сейчас это будет номер один. Мы уже должны понимать и расписание мы уже должны выстраивать с сентября с учетом этого объекта, чтобы они посчитали все. И ставки посчитали, и деньги посчитали, и бюджет, чтобы мы успели сложить. Еще один социально значимый объект возводят в 16-м микрорайоне. Здесь появится долгожданный детский сад на 290 мест с бассейном. Ведутся работы по благоустройству, если мы говорим про наружные работы. Работа по устройству внешних кабельных сетей и слаботочной канализации. Внутренние отделочные работы полным ходом идут. Плитка, штукатурка, покраска. Приступили к наливным полам. Внутренние инженерные системы. Готовность объекта составляет 82%. Планируется, что все работы завершат до сентября. И новый учебный год мытищинские малыши уже встретят здесь, в новом детском саду. За ходом строительства всех социально значимых объектов мытищих лично следит глава городского округа Юлия Купецкая. Она отметила, что детский сад и стадион должны быть сданы в срок, чтобы местные жители комфортно встретили новый учебный год. Благоустройство дворов, содержание подъездов и перспективы взаимодействия жителей с управляющими компаниями. Эти темы стали главными на традиционной встрече представителей администрации с жителями округа. В рамках объезда городских территорий контрольная группа посетила несколько микрорайонов. В каждом из них есть свои специфичные проблемы. Одни видны сразу и устраняются мгновенно, а другие требуют детального изучения. Мои коллеги продолжат тему. В этом дворе на улице Стрелковая у домов 6 и 8 создался свой дизайнерский микромир. Увы, как и в любом многоподъездном дворе, засилие автомобилей не добавляет ему комфорта. Даже пешеходную землю приходится рисовать, хотя рядом есть свой многоярусный гаражный комплекс. Понятно, что здесь каждый клочок земли под детские спортивные площадки на вес золота. На это глава городского округа обращает особое внимание. Площадки есть, но главное, как они содержатся. Первое впечатление благоприятное. В этом дворе сотни детей разных возрастов. Качество детских площадок должно быть безупречным. Мы тут спорим с коллегами по поводу песка. Я даже видео снимала сверху на 16 этаже и всем отправила. Все хвалят, да. То есть благоустроительные работы во дворе застройщикам проведены не по остаточному принципу, как это нередко бывает, а в полном соответствии с заданием. Впрочем, есть и проблемные участки. Мы очень сильно хотим обратить внимание не только на хорошее. У нас есть проблемы, и мы на этот кусочек, который неблагоустроен, прям пытаемся со всех домов. Он просто попадает в территорию развития, ну вот тоже по территории застройки с дальнейшим развитием. У нас проблем здесь достаточно, чтобы, если есть возможность, обращать наше внимание. Нет, мы на вас обращаем. Просто эту территорию мы сюда приезжали еще в марте, она в развитии. Видите, единственное, что нам сейчас, наверное, чтобы было понятно, с застройщиком нужно согласовать все дорожные карты, ну по вопросам, да, и чтобы мы могли к вам прийти с тем же самым, показать, где, что и когда. Да, у нас будет. Наверное, вот это вот самое главное. Буквально в 100 метрах от благоустроенной площадки кроется другая проблема. Сюда не вступала нога благоустроителя, это слово совсем. Тут и с детскими колясками трудно пройти, да и без колясок тоже. И совсем по-другому выглядит детская площадка. Местные жители говорят, что строительные работы были выполнены, мягко говоря, халтурно. Резиновое покрытие через короткое время превратилось в лохмотье. Устранять недоделки застройщик не спешит. Значит, работа над ошибками еще впереди. А в этом доме сами жители дают высокую оценку недавнему ремонту. Дом-то не новый. Начальник ГЖУ-4 показывает результат ремонта подъездов. Силикатный дом 14 1960 года. Постройки данной жилой многоквартирный дом. Зашли мы ремонтировать по программе. Взаимодействуем с уважаемыми собственниками, живя полностью. А что тут особенно примечательного? Подъезд действительно полностью обновился. Но главное, жители решили, что стены необходимо расписать. Этим занимается художник, чтобы этого не делали граффити-самоучки. После их творчества стены не выглядят чистыми. А эти рисунки их украшают. На улице Летной 22, корпус 2, тоже недавно закончился ремонт. Но тут совсем другие заботы. Буквально на следующий день появились примеры вандализма. Дорогостоящий ремонт надо защищать от такого поведения. Инициативная группа предлагает свои варианты. В том числе камеры видеонаблюдения. Однако совершенно ясно, что активное участие жильцов и в проведении ремонтных работ, и в сохранении результатов просто необходимо. А это и есть работа на будущее. Еще один социально значимый объект возбудит в Мытищах. В первом квартале следующего года подрядчики планируют завершить строительство новой пристройки к школе номер 6. Она вошла в число флагманских образовательных учреждений. Поэтому появилась необходимость в дополнительных площадях. Уже через несколько дней на территории школы начнутся работы по благоустройству и ремонту фасада основного корпуса. О ходе строительства и перспективах развития флагманских школ в сюжете Татьяна Горностаевой. Шестая школа с физико-математическим уклоном считается одной из лучших в округе. Желающих учиться именно здесь с каждым годом становится все больше. Поэтому было принято решение построить дополнительный корпус. Ну что? Нулевой уровень. Сеть там на 80%. В общем, завершенная. Самая сложная с газом закончилась. Ну, надо сказать, у нас еще перед зданием администрации будет там три котлована. Ну, будут легкие неудобства. Как говорится, мы подрядчики потом все восстановили. На сколько недель? И когда? На неделе три. По словам директора школы, пристройку они ждали очень давно. К строительству подрядчики приступили в январе. Сдать объект они обещают уже в следующем году. А этим летом здесь будет проходить реконструкция прилегающей территории. У школьников появится новая спортивная площадка. Все идет по графику. Все идет так, как должно быть. И был затронут вопрос о фасаде старого здания школы. Для того, чтобы и укрепить этот фасад, и сделать его таким же красивым, какая будет пристройка. И было принято решение, что этот фасад начнут делать уже в этом году, не дожидаясь следующего года. Главное, чтобы строительные работы не мешали учебному процессу. Ведь даже летом ребята приходят на занятия в рамках губернаторской программы «Умные каникулы». Например, в классе информатики идут занятия по робототехнике. Для ребят это не только вовлечение в робототехнику, интересные занятия. Плюс это, при наличии победы и призерства, это дорога в вуз. Причем в вузы престижные. То есть, он так проводит МГУ. Победа – это уже однозначно поступление на физфак МГУ по направлениям физика либо астрономия. Многие дети связывают свою будущую профессию со школьного увлечения. Например, ребята, которые ходят на робототехнику, как правило, связывают свою дальнейшую жизнь с техническим творчеством и программированием. И на уроках физики ребятам не дают скучать и проводят интересные опыты. Мы к шарикам будем привязывать монеты в мешочки и запускать эти шарики с некоторой высоты. Только важно, чтобы эта высота была одинаковой. Например, с высоты вашего роста с вытянутой руки. И дальше мы будем измерять время падения и находить зависимость, как зависит время падения от массы. А потом, когда мы эту зависимость уже получим, мы будем определять массу конфет. А пока юные физики надувают шары и занимаются вычислениями, юные математики изучают шифрование и кодирование. Нам это может пригодиться, например, если мы хотим написать другу письмо какое-то, но мы не хотим, чтобы его кто-то другой увидел. Вот сколько взрослых. Мы смотрим на вас, вам завидуем. Мы тоже хотим три месяца каникул. Сегодня шестая школа имеет статус опорной. А это значит, что властям необходимо увеличить количество ставок для учителей и заложить эти расходы при составлении бюджета городского округа. Строительство новых школ и детских садов является приоритетной задачей в Подмосковье. Работа в этом направлении должна быть максимально интенсивной. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, он обратил внимание, что с каждым годом в регионе увеличивается число детей, которым нужно идти в образовательные учреждения. Поэтому темпы строительства снижать нельзя. Большое внимание этому вопросу уделили и на оперативном совещании главы округа. Школы и детские сады Мытища этим летом ждут обновления. А какие именно, смотрите далее. Воспитатель детского сада Росин Козелиха Аквамилева работает здесь уже почти 15 лет. Этим летом Мытищенко отметит юбилей трудовой деятельности. Сегодня она вспоминает, как в далеком 2007 году впервые привела сюда своих детей. Сейчас они уже школьники. А вот детский сад в ее жизни по-прежнему занимает важное место. Мы же воспитываем детей прямо вот с трех лет. И как бы вот они как наши. И они вот к нам привязываются. И мы к ним привязываемся, как свои дети. Уже садишься на лавочку, они так прильнут к тебе, обнимут. Ты их обнимешь. И как бы они слушают тебя и уже понимают. И даже с полуслова, даже со взгляда. Спустя 15 лет в детском саду Росин Козелиха изменилось многое. Детские площадки, веранды, игрушки. Но дети остались прежними, говорят воспитатели. Мне тут все нравится, то, что мои глаза. Все. А что ты любишь тут делать? Вышипать и вставай. Вставай, вышипать. Я. Играть, гулять, поесть и сейчас поделать. Сегодня заинтересовать ребят становится сложнее, признаются педагоги. Век цифровых технологий вносит свои коррективы. Выбирая между игрушками и телефоном, многие все же делают выбор в пользу последнего. Телефон. Там можно веселее. Я люблю игрушки. И телефон. Все вместе. Да, все вместе. В остальном все осталось по-прежнему. Нелюбимые детьми тихий час, вкусный обед и веселые игры. За свою полувековую историю детский сад Росинка воспитал не одно поколение юных мытищенцев. В этом году ему исполнится 65 лет. Новую юбилейную группу этой осенью он встретит обновленным ремонтом. И не только он. Этот вопрос сегодня обсудили в администрации округа на оперативном совещании. Среднеобразовательная школа номер 6, дошкольное отделение, номер 4, Росинка. По адресу Московская область, город Матищ, улица Матросово, 13А. Общая сумма работ 7 миллионов. Ремонт двух групповых помещений, ремонт кровли, что в себя включает. Ремонт кровли общей площадью 378 квадратных метров, ремонт потолков и стен, групповая, игровая, кладовая, раздевальная, санузел, буфет. Замена дверных и оконных блоков в групповом помещении, замена внутренних систем канализации, водоснабжения, отопления, освещения, электроснабжения, слаботочных систем, замена сантехнического оборудования. Помимо этого общеобразовательного учреждения, этим летом обновление коснется детские сады 12 и 62, а также школы 14 и 22. В общей сложности на ремонт образовательных учреждений в этом году предусмотрено более 30 миллионов рублей. Для того, чтобы у нас работа шла системно, нам необходимо подготовить чек-листы по каждому общеобразовательному учреждению. И для формирования бюджета, бюджет у нас трехлетний, и принятия бюджета на следующий год и последующие периоды, нам, конечно, нужно понимать весь необходимый объем по нашим учреждениям. Также в рамках оперативного совещания его участники обсудили развитие туризма в округе. В прошлом году туристический поток вырос до 237 тысяч человек. В 2022 году эту цифру планируют увеличить. Помимо промышленности, которая является основной точкой роста для муниципалитета, туризм также может быть точкой развития, и большое количество туристов мы можем принимать у себя. Самое главное, как мы к этому подготовимся и какие программы мы предложим будущим туристам, которые будут посещать нашу территорию. Вот над этим необходимо сегодня поработать. В ближайшее время в администрации муниципалитета планируют разработать маршрутные листы, которые помогут привлечь в наш округ туристов не только со всего региона, но и со всей страны. Мытищи – точка притяжения. Такой девиз этого туристического сезона. В 40 подмосковных школах-флагманах, в том числе в Мытищинской школе номер 6, по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева стартовали умные каникулы. Дети в летний период продолжают ходить в школу, но образовательный процесс проходит в новом интересном формате. Мастер-класс по журналистике для старшеклассников провели мои коллеги Татьяна Гордостаева и Денис Корнев. Как ребята примерили для себя новые роли корреспондентов и ведущих? Смотрите в нашем сюжете. Каждый день мы делаем новости о том, что происходит в нашем округе. И это все выходит по вечерам в информационной программе «День». Кто-нибудь знает, кто-нибудь смотрит? Как показывает практика, современные школьники почти не смотрят телевизор, а предпочитают видео на онлайн-площадках. Однако многие с удовольствием бы вели свой канал. И навыки корреспондента и ведущего им точно не помешают. А почему бы не взять в руки микрофон и попробовать себя в роли корреспондента? Здесь и сейчас. Представим, что мы, например, снимаешь ты сюжет об этом. Вот что сейчас происходит? Мы находимся в общеобразовательной школе МБОУСОЖ номер 6, корпус второй. Сейчас у нас проходит мастер-класс по журналистике. И все мои друзья-одноклассники участвовали в этом прекрасном событии. Я думаю, сейчас нашим телезрителям будет интересно узнать, что люди думают по этому поводу. Это очень интересно, даже необычно, я бы сказал бы. Потому что у нас обычно проходят какие-то математические, физические уроки, а тут журналистика, что-то новое. Впечатления об умных аникулах у меня, конечно, разносторонние. Мне приходится пять раз в неделю вставать в 9 утра, из-за чего я совершенно не высыпаюсь. Но благодаря Татьяне Итгаровне, Ирине Владимировне и другим многим профессионалам своего дела я получаю уйму положительных эмоций от занятий. На вопрос, как школьники предпочитают проводить лето, ребята отвечают по-разному. Одним хочется гулять в парке и кататься на велосипеде, другим все-таки хочется узнать что-то новое. Они готовы читать книги, слушать лекции и принимать участие в мастер-классах. В прошлом году я проходила практику в школе Первого канала. Это было очень интересно, удивительно – познакомиться с легендарными советскими дикторами, познакомиться с ведущими Первого канала. Ребята без труда назвали качества, которыми должен обладать современный журналист. Любознательность, внимательность, ответственность, оперативность и, конечно, умение подстраиваться под разные обстоятельства. К примеру, в один день корреспондент может приехать и провести мастер-класс по журналистике в школе, потом побывать на рейде с транспортной полицией, а вечером отправиться с оператором на спектакль. Два месяца назад была история, когда у меня в день было пять съемок, я пообеду только в пять часов вечера. Я приезжал на базу, скидывал флешку с материалом, брал новый аккумулятор, ехал с другим корреспондентом на съемку. Оператор Денис Корник рассказал ребятам о своей работе на федеральных каналах и о том, как началась его карьера. Конечно, не обошлось и без курьезных случаев. Мы начинаем выбирать точку, я смотрю, задник какой выбрать, а ассистенту ему побыстрее нужно, у него голова болит, ему жить не хочется. Смотрит, смотрит на это, а она стоит рядом, говорит, так, слушай, надоело, сюда вешаем петлю, отсинхроним прямо здесь. Девочка чуть в обморок не упала, она не поняла, петляет на жаргоне отличный микрофончик. По словам школьников, в жизни им нужен опыт публичных выступлений. С отсутствием этих навыков добиться успеха на экзамене или при поступлении в институт будет сложно. Я Даша. Мне очень нравится заниматься гуманитарными науками, такими как психология, философия, журналистика, тоже вполне себе. Ребята, давайте представим, что у нас есть такая программа «Простые вопросы». Дарья у нас ведущая этой программы, а Влад? Влад гость. Получается, у вас сейчас будут целых три месяца летних каникул? Нет. Получается, что нет, потому что у нас в школе объявили пятую четверть, и остается только два месяца каникул. Через год у ребят вступительные экзамены. И от того, как они будут выражать и озвучивать свои мысли, зависит их будущее. А значит, нужна четкая дикция, над которой тоже нужно работать. Лучше всего в этом помогают скороговорки. На дикции поработали, теперь пора записать домашнее задание. Не зря умные каникулы ребята называют пятой четвертью. Домашнее задание заключается в том, чтобы опросить, например, 25 человек и один единственный вопрос задать всем, что я умею делать лучше всего. Это практическое задание повысит самооценку, поможет поверить в себя и, возможно, определиться с будущей профессией. Попробуйте и вы. Проводим время весело и с пользой. Лето – пора подвижных и веселых активностей. В мытичах решили возродить забытую игру городки. Она не теряет популярность даже в 21 веке. В этом уверены специалисты молодежного центра «Импульс», которые подготовили для мытичинских школьников развлекательную программу. Знакомы ли современные дети с исконно русской игрой? Подробнее в сюжете Анны Смирновой. Каждый день в школьном лагере лицея номер 15 наполнен сюрпризами. Ребята отправляются в путешествия по различным местам. Остановка на сегодня – молодежный центр «Импульс». Его активисты точно знают, как увлечь школьников. Лето – это пора каникул. И хочется, чтобы летом ребята были не предоставлены сами себе, а проводили время с пользой. Но в то же время отдохнули от школы. Перетягивание каната, интеллектуальные викторины, творческие мастерские и зажигательные танцы. Здесь точно каждый найдет себе увлечение по душе. Однако самой популярной точкой притяжения стала игра в городки. Исконно русские игры не теряют популярность даже в 21 веке, уверяют организаторы. А вот задачи их остаются прежними – научиться играть в команде. Тут очень классно. Мы сюда пришли из детского лагеря. Мы тут были не первый раз. Мне больше всего понравилось, как мы рисовали мелками на асфальте. Сильно понравилась мне игра перетягивания каната. Все играют в разные игры, веселятся и рисуют. Я почувствовала команду. Еще? Еще я почувствовала то, что я стала сильнее и хочу побеждать. Смена в детском лагере рассчитана на 21 день. Так что впереди еще много побед и свершений. Такие мероприятия призваны поднять физический и патриотический уровень воспитания молодежи. Организаторы молодежного центра «Импульс» точно знают, куда деть лишнюю энергию подрастающего поколения. На протяжении всего лета специалисты «Импульса» проводят интерактивные мероприятия как для ребят младшего возраста, так и для подростков. Мероприятия подобного масштаба у нас проходят достаточно часто. Они проходят как на территории молодежного центра, так и в парке. Те же самые городки, как сегодня была станция, она проходит минимум 2-3 раза в месяц. Путешествие по различным местам городского округа в школьном лагере лицея номер 15 продолжается. Какой маршрут они выберут в следующий раз, узнаем в ближайших выпусках новостей. Чем еще можно заняться подросткам летом? С началом каникул этим вопросом задаются сотни матищинских школьников. Да, игры это, конечно, хорошо, но ребят постарше ими уже давно не удивишь. Однако в центре занятости знают, как решить эту проблему. По муниципальной программе им предлагается несколько направлений трудоустройства, в том числе ландшафтными дизайнерами и помощниками библиотекаря. О своем первом трудовом опыте школьники поделились с нашей съемочной группой. 250 школьников старших классов с 1 июня воспользовались программой трудоустройства. Здесь, в 8-й школе, к работе приступили 15 учеников. В их видении весьма подзаросшая травой школьная территория. У каждой школы есть своя школьная территория. Такие своеобразные приусадебные участки, которые покрыты зеленью и насаждениями. А вот в каком состоянии они содержатся, во многом зависит от самих школьников. Работа скрупулезная, но и немного однообразная. Однако необходимая. Мне кажется, нужно это все, чтобы дети больше работали и привлекались к подобному труду. Это очень важно. Ребята заключили договор и, по сути дела, это их первый трудовой опыт. Трудовые бригады дают основополагающую для того, чтобы школьники могли начать работать. Так как работа оформляется с трудовой книжкой, у ребят уже идет стаж рабочий по этим бригадам. И это дает им некоторые плюсы при старте, допустим, в других местах для работы. А в 34-м лицее школьная территория, пожалуй, самая большая в городском округе. Здесь три года назад разбили целый парк по особому дизайнерскому проекту. И его надо поддерживать в хорошем состоянии. Усилий потребуется немало. Мы сегодня будем наш сад приводить в порядок, нашу территорию. Значит, вы разобрали инструменты, у нас часть будет стричь кустарник. Специализация лицея – экология. Ребята углубленно изучают биологию и естественные науки. Для того, чтобы кустарник был ровненький, вот они сейчас этим будут заниматься. Стричь, для того, чтобы лучше шло ветвление кустарника. И, ну, чтобы был, держал какую-то форму. Главное, что это будет своими силами. Это будет самое ценное в этом парке. Работают с пользой и познавательно. Тут главное – выбрать свой стиль. Я решил придерживаться более французского стиля, чтобы все кусты были примерно на одном уровне. И чтобы они были идеально гладко вырезаны. В любом случае, парк будет цвести и радовать глаз, как результат общего труда. Значит, их трудовое время прошло не зря. На этой неделе мы, тишинцы, отметили сразу несколько праздников. День социального работника прошел 8 июня. Ключевым словом в их профессии является помощь. А помогать нуждающимся – особая миссия. Ее по силу выполнить только чутким, отзывчивым людям, для которых это не просто работа, а призвание. Давайте познакомимся с ними поближе. Во Дворце культуры Яуза царит атмосфера праздника. На сцене – лучшие коллективы города. В зале – красивые и нарядные работники социальной сферы. Сегодня они принимают поздравления с профессиональным праздником. Спасибо за то, что вы есть. Спасибо, что вы делаете очень важную и нужную работу. И мы должны вас благодарить не только в День социального работника 8 июня. Мы должны уметь говорить спасибо каждый день. Спасибо вам большое за вашу работу. Низкий поклон и крепкого-крепкого здоровья. С праздником! Только в Управлении социальной защиты и трех подведомственных учреждениях трудятся более 300 человек. Каждый день они приходят на помощь одиноким пожилым людям, инвалидам, семьям и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Около пяти лет работаю в Центре преображения с нашими несовершеннолетними детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Мы помогаем, подсказываем, организовываем какие-то для них досуги, секции. Ну и просто ведем по жизни. На хрупких женских плечах большая ответственность. Они должны обладать сразу несколькими навыками – врача, психолога и педагога. Именно они делают комфортной и уютной жизнь своих подопечных в стационарных центрах и интернатах. Насколько здорово вы работаете и насколько было бы плохо очень многим людям в нашем городе, не только в нашем городе, если бы вас вдруг не было, не было такой службы, не было таких замечательных людей. Тем более мне очень приятно, что именно в нашем городском округе эта работа поставлена действительно на такой уровень. Виктория Кузнецова уже 17 лет работает в социальной сфере. Несмотря на праздник, у нее сегодня обычный рабочий день. И после мероприятия ее ждут неотложные дела. Я люблю свою работу, я люблю людей, я очень коммуникабельный человек. Очень люблю всевозможные знакомства, которые в дальнейшем приводят к развитию отношений дружеских или по рабочим вопросам. Все, кто трудится в этой сфере, получили поздравления от руководителей. Но дать интервью нашей телекомпании многие так и не решились. Добрые дела любят тишину. Потому что сегодня праздник скромных людей, которые дарят большое добро для людей старшего поколения, людей с инвалидностью. Они абсолютно не публичные люди, но у них большая душа, открытая, и они готовы помогать всем и каждому. Не только по своей профессии, но и как волонтеры. По словам председателя Совета депутатов Андрея Гореликова, все, кто уже долго живет в нашем округе, знают в лицо тех, кто трудится в социальной сфере. Ирина Скворцова, Лариса Кошечкина и Наталья Террегригорян не один год посвятили этому делу. Мы сегодня говорили, что это, конечно же, служба, где в основном 95% работают женщины. Но там есть и мужчины, и мужское плечо тоже очень важно. Но, наверное, День социального работника невозможен именно без тех людей, которыми они оказывают свою помощь. Иногда это доставка чего-то необходимого, а иногда это просто душевный разговор за чашкой чая, воспоминания о своей жизни. Разговор тоже лечит. 365 дней в году эти люди дарят тепло и улыбки тем, кто в этом нуждается больше всего. Но в свой профессиональный праздник они заслуженно принимают цветы, подарки и поздравления. Всю неделю в округе проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню русского языка. Традиционно эту дату отмечают в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Литературные вечера, лекции, конкурсы и концерты. В Матичинской библиотеке номер два прошла игра Викторина «Королевство сказок» Александра Пушкина. Знакомы ли школьники с творчеством великого поэта? Давайте узнаем. Я вас любил. Любовь еще, быть может, в моей душе угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. 6 июня – день рождения величайшего русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Этот день подарил миру бессмертного гения, который воспел прекрасное на великом, могучем русском языке. Секрет притягательности произведений Пушкина в образности, выразительности и красоте. Они давно стали достоянием русской и мировой культуры, а великого классика знают далеко за пределами страны. Его день рождения послужил созданию нового праздника – Дню русского языка. Любого спроси, какие стихи, какого поэта вы знаете, любой человек назовет, конечно же, его. Сегодня мы расскажем ребятам его биографию, о его няне, послушаем музыкальные произведения, которых знаменитых музыкантов вдохновил Александр Сергеевич. Ну и, конечно же, проведем интерактивную викторину. Какими словами царица обращалась к волшебному зеркальцу и что кричал петушок, сидя на спице, ребята отвечали хором. И тут стало понятно – для них не составит труда пройти целую викторину. А значит, с творчеством писателя они знакомы отлично. Какое твое самое любимое произведение Пушкина? Сказка о царе Салтане. А можешь рассказать, почему тебе она так нравится? Ну, она какая-то живая, и там есть жизненные ситуации. Мне нравится его любимое произведение о золотой рыбке. Как старик поймал рыбку, а рыбка не хотела идти к нему в руки. Этим ребятам предстоит узнать еще многие произведения. И Александр Пушкин пройдет с ними весь литературный путь. Его книги читаются легко. Именно поэтому его произведения вызывают большой интерес и у детей, и у взрослых. Мы стараемся быть современной библиотекой, стараемся привлечь молодых читателей. Поэтому, конечно же, мы проводим интересные такие занятия, викторины. День рождения Пушкина – это хорошая возможность узнать больше о жизни и творчестве великого русского поэта. А значит, это еще один повод перечитать любимые стихи, повести и пьесы. За 223 года русский язык стал одним из крупнейших языков мира. По последним данным, на нем говорят 146 миллионов граждан России. И еще 127 миллионов владеет русским как вторым языком. Однако за два столетия Великий и Могучий претерпел много изменений. В частности, он пополнился молодежным сленгом. Мы решили узнать у мытищенцев, знакомы ли они с современным языком молодежи. Вместе с ними предлагаем вам проверить и себя. – Скажите, пожалуйста, вы знаете, что значит современное слово «краш»? – «краш», если сокращу на «краши», может, какие-то там, а «краш» не знаю. – Да, знаю. Человек, который тебе очень нравится, наверное. – Любимый человек, который нравится. – Ну, я думаю, что-то такое классное, офигенное. – А что такое ЧСВ? – Человек, который думает о своих потребностях. – Чувство радости, может. – Ну, это люди с завышенной самооценкой или что-то такое. – Что означает слово «хайп»? – Пиариться, поймать какую-то определенную, так сказать, популярность. – Ну, это сплетни какие-то, да, правильно? – Что значит «вайп»? – Когда хорошо что-то проводить время. – Это, нет, сейчас скажу, «вайп» – это, наверное, состояние какое-то хорошее. – Агриться, что означает? – Злиться. – Я первый раз слышу это слово, если честно. – Надо дольше сидеть в ТикТоке. – Что значит «хейтить»? – Обсуждать кого-то. – Типа реклама, что-то такого типа. – Что-то неправильное, да, сказать? – Ну, что-то такое, как пиарить. – Что означает «зашквар»? – «Зашквар» – это, типа, такое прям грандиозное, что-нибудь такое зашкваривое. – Ну, что-то, что мне не очень нравится, наверное. – Бред полнейший. – Знаете ли вы, что значит «чили»? – Ну, это отдыхать, кайфануть. – Кайфануть. – Это есть слово что-то, типа, как морское. – Ну и в завершении напоминаю нашим телезрителям, что уже завтра жители всей нашей страны отметят самый главный государственный праздник – День России. – Организаторы подготовили много интересного. – В 12.00 на территории скейт-парка пройдет торжественное шествие. – После чего, начиная с 12.15, матищинцев ждет праздничный концерт в амфитеатре. – А в 13.45 у Акведука начнется детская игровая программа «Народные забавы». – Будет весело. – Не пропустите. – У меня на этом все. – Таковы были главные события уходящих семи дней. – Берегите себя и помните, команда «Первого матищинского» работает для вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова